Всем огромный привет! Я Анна Константинова, рада видеть вас на своем канале. После того, как мы сделали лавочку, мне захотелось сделать стол, вторую лавочку, беседку, чтобы можно было комфортно отдыхать в деревне. Как вы видите, у меня наполеоновские планы, но пока остановимся на садовой мебели. Притащили еще три поддона со стройки. Из первого поддона сделаем вторую лавочку, такую же, как я показывала в прошлом видео. Ссылку на это видео я оставлю в описании. А из оставшихся поддонов будем делать стол. На этот раз у нас все поддоны разные. За основу возьмем вот этот поддон. Сделаем из него столешницу. Я его распилю по размеру столешницы. Размер стола будет 100 на 70 сантиметров. Мастерить будем из подручных материалов и инструментов. Пилки по дереву у нас не оказалось, поэтому использовали пилку по металлу. Распилили и часть досок сняли. Теперь эти доски нужно разложить плотно друг к другу и прикрутить обратно. Можно их прибить гвоздями, но наши поддоны не самые новые. Доски будут трескаться. Просверлим отверстия и прикрутим их на саморезы. Прикрутили. Вот что у нас получилось. По краям, там где брусья, прикрутили на длинные саморезы длиной 7 сантиметров. А середину крепим на короткие саморезы длиной 3 с половиной сантиметра. Теперь с нижней стороны нужно убрать лишние брусья и доску. Все, столешница готова. Далее нужно сделать ножки. Ножки будем делать из третьего поддона. Для них хорошо подойдут нижние перегородки, но их здесь три. А четвертую ножку сделаем из двух верхних досок. С помощью монтировки разобрали поддон на доске. Теперь отмеряем нужный размер и отпиливаем лишнюю часть. Ножки будем крепить к брусьям с внутренней стороны. Четвертую ножку сделаем из двух верхних досок поддона. Просверлили отверстия и закручиваем в них саморезы. Получается вот такая ножка. Высота ножек у нас 80 сантиметров. Все подготовили. Собирать стол будем в деревне, чтобы можно было все проще довезти в машине. Вот мы приехали в деревню. Нам нужно прикрутить ножки. Их можно прикрутить на длинные саморезы или прибить гвоздями по 10 сантиметров. Для удобства снизу подкладываем доску, чтобы все ровно получилось. Внизу сразу сделаем перемычку из оставшихся досок, чтобы ножки не расползались и стол был устойчивым. Лишнюю часть доски отпиливаем. То же самое делаем с другой стороны. Прибиваем ножки, потом перемычку. Продолжение следует... Далее соединяем ножки перемычками с оставшихся нижних сторон. Продолжение следует... Вот такая конструкция у нас получилась. Крепкая и прочная. Теперь нужно отшлифовать поверхность дерева, а потом можно переходить к покраске. Беру крупную наждачку на тканевой основе. Для удобства оборачиваю ею деревянный брус. И тру, зашкуриваю столешницу, а потом ножки стола. После шлифовки поверхность становится значительно чище и ровнее. Размер нашего стола 100 на 70 сантиметров. Высота 82 сантиметра. Стол у нас будет стоять на улице. Я его окрашиваю белой масляной краской. Она подходит для наружных работ. Одной банки краски хватит, чтобы покрасить стол два раза. В банке 900 грамм. Покрасила одним слоем. Прошли сутки, краска высохла. После покраски ворсинки на досках поднялись вверх. Поверхность стала колючей. Зашкуриваю еще раз наждачкой. А затем окрашиваю вторым слоем краски. Сейчас сильно шкурить не нужно. Слегка прохожу по колючим местам. Покрасила второй раз. Поверхность стала гладкая, ровная. Цвет стал насыщенный белый. Белая мебель очень стильно смотрится. И подходит под любой интерьер и экстерьер. Этот стол мы сделали для нашей лавочки. И поставили под навес во дворе. В будущем я планирую сделать капитальную беседку за двором. И поставить их туда. Но это уже будет совсем другая история. А пока будем наслаждаться обедами и посиделками на свежем воздухе под нашим навесом. Кстати, этот навес я покупала в Леруа Марлен. Недорого, за 2000. Друзья, если вам нравятся мои идеи, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok